Prodexpo 2022. Мы Retail.ru пресс-центр. И к нам пришли наши коллеги, но в печатном виде. Здравствуйте! Здравствуйте! Я представляю журнал Real Brew о пиве и пиве варенье. В рамках Prodexpo 2022 мы совместно с Prodexpo организовали крафтовый корнер, где представлены малые пивоварни, медоварни и седродельни. Это впервые в рамках Prodexpo организован такой корнер, где представлены 18 пивоварин, медоварин и седродельник. Есть ли какая-то статистика? Мне кажется, это самый посещаемый павильон на всей выставке. Вы знаете, это впервые, поэтому о какой-то статистике, наверное, говорить рано. В итоге мы будем подводить уже в пятницу. Когда все это закончится, мы выдохнем, потому что сейчас идет такая плодотворная работа. Очень большой интерес именно к крафту, к малым пивоварням. И поэтому мы это видим. И поэтому, наверное, и родился такой совместный проект журнала, который взял на себя основную ответственность за организацию. Посмотрим, что из этого выйдет. Может быть, это станет таким хорошим продолжением такой замечательной выставки, как Prodexpo. И это станет ежегодным. Потому что есть центральный павильон, где представлены большие пивоварни. Это тоже замечательно. Но мне кажется, надо обратить внимание и на малое пивоварение. Потому что мы все растем. Интерес большой. И это интересно. Расскажите, пожалуйста, о журнале. Какая периодичность выхода? Сколько уже было номеров? Нам 7 лет. Мы именно индустриальный журнал. Мы распространяемся по подписке. 7 лет. Выходим мы раз в 2 месяца. То есть в год получается 6 журналов. Журнал, как я сказал, о пивоварении. Но раз в год один журнал выходит полностью посвященный Сидору. Это тоже такая интересная тема, которая развивается. Сейчас у нас много именно отечественных производителей Сидора. И вот мы посвятили этому один из номеров. Он полностью посвящен Сидору. Вопрос такой. Пивное комьюнити, если можно так назвать. Насколько сильно, насколько дружно и насколько большая подписка у журнала, насколько много людей интересуется миром пивным? Интерес растет с каждым годом. Мы это чувствуем по подписке, по рекламодателям. Пивное комьюнити, оно, скажем так, мы все друг друга знаем. И поэтому достаточно дружно. Поэтому, когда был, скажем так, от нас кинут клич, что организуется такой крафтовый корнер, мы достаточно быстро собрали пивоварню. К сожалению, наверное, здесь всего лишь 18. Это, ну, вот, позволяет площадка. А так, наверное, если бы нам дали площадку побольше, наверное, мы собрали бы и побольше. Самое главное в крафтовом пиве, как мне кажется, это абсолютная свобода действий. Потому что небольшое предприятие может экспериментировать, может предлагать какие-то новые вкусы, которые не видывал еще до этого пивной мир. Большие игроки, они все-таки сразу думают о том, как это будет продаваться и так далее. И не могут себе позволить такого большого количества экспериментов. Согласны ли вы с этим или нет? Ну, на сегодняшний момент даже крупные заводы пытаются экспериментировать. Создают какие-то свои площадки, где они, скажем так, экспериментируют со вкусами. Ну, да, все-таки крафтовые пивоварни, они могут себе позволить немножко больше. Это как сейчас очень модно. И, как я говорю, что сейчас не осталось в России пивоварни, которая не сварила бы томатное пиво. О, да, о, да. Друзья, продэкспо 2022, павильон крафтового пива, томатное пиво. Да, совершенно верно. И, да, мы достаточно экспериментируем со вкусами. И журнал об этом как раз и пишет. Хочу сказать вам спасибо, во-первых, за такую интересную тему, за то, что вы делаете это дело, тем самым, мне кажется, сплочая еще больше все комьюнити, всех игроков этого рынка и тем самым давая возможность, наверное, малым пивоварням быть в тренде и при этом постоянно находить плечо партнеров, коллег. Может быть, они немножко, конечно, соревнуются друг с другом, но все же, я так понимаю, это одно большое братство. Ну да, мы, ну, малые пивоварни, конечно, смотрят друг на друга, кто-то хочет там выделиться. Ну, еще раз хочу повторить, большое спасибо продэкспо главным, что они вот организовали такой вот замечательный корнер. И малые пивоварни могут себя показать во всей красе. Спасибо.